В рамках Восточного экономического форума состоялась сессия «Партнерство против пандемии. Антикризисные стратегии в медицине». Представители государственных структур и бизнеса говорили об уроках пандемии, полученном опыте, планах на будущее, выработке новых эффективных моделей управления в кризисных ситуациях. Во время сессии выступили представители крупнейших компаний, сферы здравоохранения, медицинских исследовательских центров, инвестиционных фондов. В своем выступлении заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, что во время пандемии перед Сбербанком встала задача бесперебойного финансового обслуживания граждан и бизнес-структур. С другой стороны, требовалось провести масштабные и по-своему не имевшие аналогов мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов. Нам всем надо посмотреть на цифровизацию по-другому. Мы несколько лет инвестировали назад в новые платформные решения в то, чтобы мы могли эффективно, результативно работать с любой точки и делать правильные результаты, создавать новые продукты. И пандемия фактически показала, что мы сделали правильный выбор несколько лет назад, когда утвердили эту стратегию. Мы готовы делиться этими своими возможностями с нашими партнерами, но важно, что не все это понимают, что сегодня без цифры, без того, чтобы сегодня можно было организовать в удаленном формате эффективную результативную работу, сегодня уже никуда. Обсудили и вопросы безопасности, например, борьбу с фишинговыми ресурсами. Фишинг – это вид кибермошенничества. Человек получает сообщение от вроде бы известного ему адресата, интернет-магазина, онлайн-ресторана. В письме просят подтвердить личные данные, а потом списывают деньги со счета. Пандемия родила и киберпандемия. Пандемия родила фактически новые виды преступлений со стороны хакеров, со стороны кибермошенников. И оказались ли мы готовы к этому всему? Ответ отрицательный. Мне кажется, что до сих пор есть отребованность, чтобы мы объединили наши усилия, тех, собственно говоря, центров компетенции, которые сегодня в стране есть. Сбербанк, обладая одной из лучших в мире антифрод-систем, в полной мере обеспечивает защиту средств клиентов. Во взаимодействии с телекоммуникационными компаниями резко снизил уровень телефонного мошенничества. Отправил на блокировку в 2020 году 16 тысяч фишинговых сайтов с темой COVID-19. По словам Станислава Кузнецова, сейчас страна находится в стабильной и управляемой ситуации. Однако необходимо смотреть в будущее и системно продумывать взаимодействие государства правоохранительных структур, бизнеса и общества для ответа новым вызовам.